Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине на сегодня, на какое там уже 18-е, ёлки-палки, время летит а расистов пока меньше не становится, ну как? Имеется ввиду в земле там больше становится, больше и больше и больше да, Путин каждый день утилизирует порядка тысячи своих бандитов ну больше, чуть меньше не суть важно и море техники утилизируется каждый божий день ну, путерастам не привыкать им это судя по всему нравится они продолжают свои бессмысленные, бесплодные атаки на наших героев да, и интересно, рассказали распустили фейк от того, что они взяли крынки причем интересно, этот фейк распустили самое безмозглое из военкоров самое, знаете, тупорылое а те, у кого мозги есть ну, хотя бы в зачаточном таком состоянии они сказали, что это фейк что это все ерунда вы спросите говорят спросите у наших пацанов как они их там взяли как говорят, сидели там в километре от крынков и прятались от дронов так там и прячутся ну, это те, кому удается спрятаться да, конечно, никаких крынков они не взяли и близко даже вот, но они знаете, как они говорят в случае отсутствия победы ее надо бы выдумать вот они ее, собственно говоря, и выдумали не было, конечно, никого взять ничего там не было, короче, или вообще ну, и вообще, если так брать, то продвижение какого-то урошистов за последние несколько недель на фронте не наблюдается фронт статичен да, есть там наши прошли 100 метров вперед они прошли 200 метров назад это это не меняет общую картину, понимаете идут тяжелые бои местного значения в то же самое время нельзя сказать, что они совершенно бессмысленные потому что утилизируется огромное количество лишнего состава урошистов ну, это менее значимо потому что Путин Путин их и сам хочет утилизировать поэтому, в принципе тут наши желания и желания Путина как раз совпадают он утилизирует мужчинок из Сибири в основном по понятным причинам я уже об этом ни разу, ни два рассказывал ну, а вот то, что утилизируется в огромном количестве путинская техника это уже хорошо потому что, ну, иди сделай новую иди на это все нужны деньги, время и так далее и так далее 780 закадычных путерастов за вчерашние сутки было утилизировано в Украине соответственно, общее количество путинских наемников которые были у Кондропуплины составляют 373 600 штук окей, это их выбор мы с этим ничего сделать не можем 21 танк это очень много за один день кстати, было очень красивое видео в интернете как наш Брэдли расстрелял Т-90 просто в хлам его разнес и, собственно говоря, маленькое там, сколько у него, 25 или 30 мм орудия просто в хлам разнес такую дуру, да дальше 21 танк 6147 всего с начала войны и очень урожайный день был на бронемашине 38 штук за один день 11 410 всего дальше 24 артиллерийские системы это тоже много несмотря на то, что расисты пошли прятать свои пушки отводить их куда-то маневрируют постоянно их отлавливают их уничтожают 24 за вчерашний день 8835 с начала российско-фашистского вторжения также было отминусовано две системы РСЗО ураганы 966 с начала войны так, самолеты-вертолеты 331-324 то есть то же самое, что было вчера а вот беспилотники да, было много на Кноцкале их 41 штуку большинство шахеды но были и другие были вот эти вот и Орланы они постоянно у них мониторят то есть они висят и пытаются срисовать где стоит наша техника соответственно их тоже сбивают особенно над Херсоном зараза постоянно висят 6925 с начала войны была сбита традиционно уже одна ракета Х-59 которая летела в сторону Кировограда 1818 всего крылатых ракет у Путина сбито и крайне урожайный день на грузовики путинские 39 штук ну наши просто красавчики отминусовали 11794 с начала российско-фашистского вторжения также крайне-крайне-крайне урожайнейший просто день на спецтехнику различную российскую 13 штук и это не может не греть душу потому что это все дорогие вещи 13 штук уничтожено Рэбов и прочие Лабуды 1380 с начала полномасштабного расистского вторжения в Украину таким образом наши герои продолжают нивелировать российскую армию выкорчевывать ее и она скоро будет второй армией в Украине не может быть и третий а может даже второй армии на России первая там будет китайская я так понимаю все будет Украина в Украину